Два сезона, там в первом сезоне, по-моему, восемь, серий, второй, по-моему, десять, если я не ошибаюсь. Так как сегодня Дэня родился, сегодня я хочу ей поздравить. Ты любишь братика? Да. Скажи ему об этом. Дэня, я тебя очень люблю. Моя девочка сегодня стала мамочкой. Да, в пять часов вечера. Поэтому, если Кристина смотрит это видео, то, Кристиночка, я поздравляю тебя тоже с днём рождения. Всем доброе утро, мои хорошие. Что за погода сегодня? Облачно, прохладненько, 16 градусов, хотя у меня на градуснике вроде 18 показывают. Вон он там, Дон, видно. В общем, уже надо потеплее одеваться. Когда бабье лето будет, я не знаю, будет оно или не будет, а? Так, а у меня тут варятся уже яйца, картошка. Хочу сделать оливье. Не обращайте внимания на звук, девочки. Яйца там прыгают и стучат. Одно кастрюльки. Что хочу сказать. Я сегодня с утра уже порядочек навела. Холодильник очистила полностью. Уже там доела всё. Полочки так помыла всё чистенько. Действительно чистый холодильник. Вот. Ну, сейчас я решила заказать доставочку с пятёрочки. Продукты немножечко надо пополнить в холодильник. Думала, что сегодня приготовить. Мне что-то хочется оливье. Мне уже вот эти салаты, помидорчики, огурчики поднадоели. А и оливье, винегретик такое вот хочу. Ну, оливье решила сегодня сделать. Заказала я колбаску. Там что ещё, сметанку. Но другие продукты у меня уже есть. В общем, поставила уже варить картошку, яйца. И буду нарезать. Вот. А вообще сегодня 23 число. Сегодня день рождения у Денечки. Я сегодня с утра уже поздравила дочку с рождением сына. В общем, вечером хочу к ним заглянуть. И вручить Дене подарочек. Мне ещё надо будет Настю с садика забрать, отвезти на тренировку. Так что сегодня целый день вот такая движуха. И, в общем, я рада, что движение пошло. Правда, вот то, что прохладно, конечно, немножечко не радует. Но что делать, куда деваться. Надо потеплее двигаться, да? Вот это заказ. Вы представляете, если бы я сама всё это тащила. Там и арбуз, и капуста. В общем, сейчас покажу вам. Много чего заказала. Так, ну, один пакетик я уже распаковала. Я взяла йогурт без сахара. Мне этот нравится. Сметанка 15-процентная. Огурчики хрустящие я в Оливье до винегрет добавляю. Взяла вот такую докторскую вязанку. Геркулес взяла 4 пачки. Некогда фикс прайс зайти за той кашкой. Ну, ничего, взяла эту. 4 пачки, они по акции идут. Хлеб отрубной. Маленького не было. Аютинского не было. Вот это надо будет половину, больше половины отдать соседке. Потому что это я столько и не съем. Это очень много. Вот, взяла капусту квашеную. С клюквой мне это нравится. Когда Оливье доем, потом винегрет сделаю. Ну, зелень, ассорти. А в этих пакетах что тут у меня? Яблоко красное, груша желтая. Вот они зеленую приносят, потому что она очень быстро спеет. Ну, в комнате поспеет. Бурак. Ну, такой огромный. Ну, ничего, пускай будет. Борщик захочу, если сварить. Морковка, бананы, нектарины, огурцы. Колючие люблю. Вот, арбузик такой вот большой. Баклажаны, лук, килограмм, капуста. В общем, самые тяжелые продукты, чтобы мне не таскать. Вот я заказала на доставку. А по мелочи уже можно будет прикупить походу. Девочки, я что-то сегодня с утра пораньше. Меня как разбудила соседка в 7 часов утра кофе пить. И все, я кручусь-верчусь, мне некогда присесть. Вот только сейчас присела. Нарезаю сейчас оливье и смотрю блогера своих любимых. Ну, дочку я вчера смотрела. Сегодня вот Кристину сейчас включила. Смотрю крестик, как они там встретились, посидели там где-то. Молодцы, девочки. Посмотрела, досмотрела я этот сериал, который я вам говорила, под прикрытием. Там два сезона. На ютубе смотрела, кстати, девочки. Два сезона. Там в первом сезоне, по-моему, 8 серий. Второй, по-моему, 10. Если я не ошибаюсь. Вот. Ну, ничего так. Нормальненький такой сериальчик. Сейчас еще что-нибудь включу. Пока я тут буду резать. Кушать хочу. Я пока вот это режу, а у меня уже тут слюна течет. Я не могу. Я хочу быстрее скорее порезать и скорее уже обедать пора. Ну, что ж такое время без 15.2. А я это, я и позавтракала сегодня поздно. Поелась сегодня. Я глянула, а у меня каши оказывается нет. Я вчера не вышла в магазин. Вот. Но у меня зато еще есть мюсли, молочко у меня есть. Молочко в тетропаке специально заказываю. Оно хранится долго. И вот так вот, когда бывает раз-раз, надо поесть срочно что-то. Мюсли всегда есть. Молочко всегда есть. Можно было бы и кашу какую-нибудь сварить. Но я не захотела кашу. Мюсли как раз там тоже уже надо было доесть. С бананом. Не буду больше заказывать. Не нравится мне с бананом. Чуть-чуть оставалось как раз на одну порцию. Я доела. Вот. Ну и все. Что я вам скажу еще? Пока сейчас ничего. Арбуз у меня появился. Я еще думала либо арбуз, либо дыньку заказать. Ну а что, пока сезон еще не прошел. Еще они пока в продаже есть. Надо уже пользоваться моментом. Вы знаете, обычно, когда я иду. Вот продают на улице там арбузы. Да, и пятерочки они есть. И думаю, ну вот хочется купить. А потом, как подумают, это тащить. Ну и обычно, как правило, приходится еще тащить помимо арбуза еще какие-то продукты. Но даже один арбуз, он все равно там, если там есть маленький, самый маленький, 5 килограмм будет весить. А так вот раз я заказала, и мне все равно, сколько он весит, хоть 10 килограмм. Мне его принесут, доставят. И все. И пусть он у меня будет, и я его тогда буду кушать, наслаждаться. Еще бы дыньку тоже заказала. Но дыньки сегодня не было там на доставочке. Но ничего, не все сразу. В другой раз, если появится дынька, закажу. Но дыньку, если что, и маленькую можно купить. Это попадется там. В принципе, она не такая тяжелая, да. Так, ну что, сейчас Оливье надо будет поесть. Потом немножко надо отдохнуть, перевести дух. Потому что я что-то закрутилась. У меня аж голова, окружение начинается от моих всяких дел, от моих всяких мыслей. Голова бегом. Так, тут доставку заказать, тут это надо, тут то. То эти кто-то позвонит там, то с банков, то еще с чего-нибудь звонят. Вот это вот звонки, они меня вечно прямо раздражают. Я вот иной раз говорю, ну мне если надо что-то, я приду, обращусь. Если мне нужен будет кредит, я приду, его возьму. Зачем мне вот это названивать, предлагать. Прямо достают они иногда этими звонками. Просто вообще не вовремя они звонят. Да и даже когда я отдыхаю, тоже не вовремя. Всегда они не вовремя звонят, лучше бы не звонили. Так, что у меня тут? Я уже нарезала колбасу, соленый огурчик, горошек, яйцо. Да, то есть я уже все, сейчас вот картошку дорезаю. И все это заправлю сметанкой 15% и у меня еще есть соус майонезный 15%. Все, вот это вот я заправлю вот этим и с удовольствием поем, без хлеба и без мяса. Вот, все, ура, последнее я нарезала, дорезала. Ну все, девочки, сейчас я поел и досматривать включу. Кристинку же остановила, сейчас на паузу поставила, чтобы немножко с вами поболтать, пока я режу, пока я уселась тут на место. И буду продолжать смотреть, потом вернусь к вам попозже. Вот так вот я, девочки, оделась. На улице прохладно. Тут у меня такая, ну как, не светерок, короче, тепленькая под низом, кофточка. И вот мои новенькие красавулечки. Такие удобненькие, классные, мне нравятся. Девочки, только 5 часов вечера, а на улице из-за того, что пасмурно, кажется, что уже темнеет. Хотя темнеет сейчас рано, прям даже слишком рано. Может быть, действительно из-за того, что пасмурно. Вот, ну, оделась я нормально, не холодно. Уже последнюю минуту все-таки взяла зонтик. Думала, не буду брать, но посмотрела, там, по прогнозу, часов 7, должен начаться небольшой дождик. Думала, может начаться и раньше. Возьму-ка я зонтик, на всякий случай. Не люблю лишнее таскать с собой, но взяла. Вот, ветра нету, вот что самое главное. И из-за того, что нет ветра, поэтому не очень холодно. Ну, не холодно, так, нормально. Я оделась очень даже в тему. А кроссовки удобные, классные. Подошва, прям, она как-то так пружинит. Я иду, ну, прям, ногам-то их комфортно, очень хорошо. Вот, так что я довольна покупочкой. Вот, вы знаете, я такой человек, мне не надо много, допустим, кроссовок там или чего-то. Достаточно вот одну пару иметь, которые меня полностью будут устраивать. И я их буду носить до полного, до нуля, как говорится, пока они сносятся. Вот, так что взяла я подарок Дене. Зайду, поздравлю внука. Ну, и мамочку надо поздравить тоже, цветочки надо будет еще купить. Вот, ну, это так, неофициально, так как сегодня Деня родился. Сегодня я хочу и поздравить. Как говорится, в узком-узком семейном кругу. Вот, потому что тогда, когда уже будет официальное торжество, будет очень много народу, детей. И, в общем, я там затеряюсь. Вот, ну, и долго я, честно говоря, не выношу. Вот эти шумы, вот этот вот гвалт, весь этот шум, все это. И я не знаю, насколько мне хватит там побыть. Вот, при том, что такая игрушка, я хочу, чтобы Деня спокойно ее освоил. Поиграет, пускай сам. Чтоб никто эту игрушку не захотел. Ну, кому-то из детей, если он откроет игрушки там, я не знаю. Я не знаю, как там, честно говоря, это все будет. Он, может, не будет там игрушки эти открывать. Ну, в общем, в любом случае, как бы там ни было, мне захотелось именно сегодня, день в день, пойти поздравить ненадолго, буквально вот туда и назад. Ну, может быть, часики я там посижу. Чуть-чуть. Так как это уже вечер, все в садике Деня, Настя в садике. Вот. Я хочу так, по-быстренькому, по-быстренькому поздравить и уйти. А потом уже вся официальная часть, как говорится, выходной день, когда все будет выходные. Сейчас работаю. Ой, на улице прям темно. И такое ощущение, что вот-вот-вот-вот сейчас пойдет дождь. Вот. Ну, ладно, я, короче говоря, мчу. Вот такой вот букетик небольшой. Я беру мамочки. Поздравлю мамочку. Всем привет! Бабушка купила цветочки для Селены. Мы будем ее... Ну, бабушка сегодня к ней придет, будет поздравлять. Потому что у Данина сегодня... Сегодня... Ну, на самом деле он родился 23-го. Да. И у него скоро будет день рождения. Нет, у него сегодня день рождения, а отмечать будем воскресенье. Ага. В воскресенье будут гости, аниматоры, будут подарки. Что, реально аниматоры будут? Да. В общем, будет весело, будет много гостей. А меня... Детей. Ну, ты же с родителями в воскресенье пойдешь, потому что все работают. Я не буду в букетике. Все работают, да. Букетики я показала уже. Вот. Так что, как у тебя дела в садике сегодня? Хорошо. Смотри, мне больше радость. Принесли. Ну, ты цветы можешь пока подержать. И вот. И у нас сегодня пришел такой день, как будто мы жили... Сначала мы жили дома, потом мы куда-то захотели поехать за монстрами какими-то в лес. И мы там застряли, и там готовили супчик. Там сделали... Я раскопала ямку, мы туда палочек наложили, листиков наложили. Получилось как будто огонь. И мы туда ведро, там насыпались листиками, перемешали. Это был суп. А потом мы сделали в такую вот эту вот кастрюльку, типа... Давай поставим чуть-чуть. Наложили каштанчиков. И потом мы вот так брали две палочки в руки. Слушай, а ты хочешь сделать видеопоздравление для Дэни? Поздравить его? Он посмотрит видео. И что ты ему скажешь? Ну-ка. Обращайся на Дэни, поздравляю. Дэни, я тебя поздравляю. Я желаю тебе, чтобы все сбывалось. Чтобы все сбывалось. И ты был всегда радостный, веселый. И чтобы все твои мечты сбывались. И чтобы ты не болела никогда. И у тебя было большое сердце. Ты любишь братика? Да. Скажи ему об этом. Дэни, я тебя очень люблю. Все. Сейчас мы бежим на тренировку. Всем скажи пока. Всем пока. Всем пока. Тебе цветочки очень идут. Красиво смотришься. Ой, к кому я в гости пришла? И с оливьешкой меня встречает доча. А мне говорят подписчики... Да, подписчики говорят, а что это вы, говорит, были у дочки и ничего не снимали? А я такая, да. Скажи что-нибудь моим подписчикам. Она как фурия была. пробегом, пробегом, пробегом. Как это, как это говорят? Мимо транзитом. Пролетала. Транзитом. И залетела к нам в гости. Да. Короче, оливье не хочет. Я оливье сделала сегодня, представляешь? Зато я знаю, для кого это оливье будет вообще в саму тему. Ну, тортик я поем. Поем тортик. Тортик какой-то суперский взяла. Буду пробовать, потом делится впечатление. Да. Все. Я дынечки, девочки, подарила я дынечки вот этот вот. Как он называется? Джойстик или тетрис? Типа тетрис. Типа тетрис. Даже не тетрис. Там куча игр. Куча игр. В общем, понравился ему подарок. Он довольный. Не выпускает. Никому не дает. Никому не дает. Вот я как раз и приехала сегодня, чтобы ему этот подарок отдать. Чтобы никто у него не пытался его отнимать, пока других детей никаких нет. Кто-то у него отпередал. Пусть играет. Никому не отдаст. Вот. Ну, все. Я рада, что все рады. Так. Вот он, один котенок. А вот у нас Надежда Ивановна. Мы уже. Да. Милочка. В общем, все мы тут. Вот Виталика ждем с Настей. Сейчас в тренировке они зайдут. И мы будем кушать тортик. Ну что, Деня, получается там играть у тебя? Да. Даже не дашь бабушке? Я тебе покажу. Там еще много игр есть. Дай. Дай покажу. Дашь мне? Нет. Не хочет расставаться с Илюшкой? Нет, не дам. Нет, не дам. Ну, ладно. Потом тогда мама покажет. Да? Что-то я заросла со всем, да? Нормально, ты бы не сказала. Я бы не дам. Для каждого. Там мы и дам. Мы тоже так были. Всем привет. Всем привет. А что говорить? Вот. Дайте обнимусь. Я вообще не выспалась сегодня. Я бы поспалась. Моя девочка сегодня стала мамочкой. Да. Пять часов вечера. Я еще как бы там в роддоме. Да? Да. Вы за мной завтра? А, подожди. Я еще три дня в роддоме буду, да? Ты мне там присылала маленькие такие видочки. Да. Когда только родился. Домочка, да? Слушай, мне что-то кажется, что мне такая морда толстая. Мне говорят, не надо вам худеть, мне которые пишут. Не надо вам худеть. Илюков не надо. У меня лишнее вам торчит. Ой, ну вообще, я считаю, что надо худеть тогда, когда человек сам по тебе чувствует, что у него лишний вес. Вот так, чтобы прям страница худиться в определенном возрасте, мне кажется, что худоба не идет. Она выглядит уже как болезнь. Ну я же не убираюсь быть худым. Ну я знаю. Ты по себе суди просто не хочешь. Вот эти вот лишние килограммы, которые свисают, они мешают. Я у Надежде Ивановне говорю, она тоже говорит, что-то похудеть. Я говорю, куда вам худеть, у вас отличный этот. Она говорит, ну я же чувствую, что мне что-то мешало. Ну да. Ну если человек чувствует, то надо. Да, я хочу тоже облегчиться. Но сейчас что-то у меня застопорилось как-то все. Все вкусные добываются кушать, да? Нет, я хлеб не ем. Ну я как и ем там один кусочек за два дня. А сегодня тортик? Ну тортик, день рождения, маленький кусочек исключения сделаю. Ничего страшного. Летит. Так что я вообще крупу никакой не ем. Ну в принципе у меня мясо там на вид идет. Овощи. Ну и так. Но ты нормально держишь? Ты же любишь вкусняшек. Нет, я вкусняшек и два месяца не ем вообще. Сколько сбросила с два месяца? Три с половиной килограмма. Мало вообще. А что ж такое? Может коврик надо еще? Да вот надо бы. Ну что-то. Я уже себе коврик купила в спортмастере пока гуляла. Купила себе коврик. Уже идет к цели. Да. Смотрите кто это. Так что я думаю, что скоро я его постелю. И меня. Буду я на нем лежать и что-то делать. А я сегодня даже музыку себе для спорта даже скачала. Представляешь? Я думаю, что-то у меня спорт не шел. А он потому что у меня был без музыки. Иди мы с тобой тоже давай, сладко. Иди скажи всем привет. Скажи всем. Скажи бить. Бить? Скажи всем. Э, только не плачь. Ну маму не закрывай. Ну как дуренда, не веди себя на камеру, пожалуйста. Выходи все, что можно. Бабушка подарила, да? Слав. А Денька уже фоткает, у него дежурный голос. Все, да. Деня показывает подарочек. Да. Понравился, да? Понравился подарочек. Да. Ну все. Все. А я вышлю. Девочки, зашла я в гости вроде бы как ненадолго. Ну тут доча сказала, что сын еще с Настей тоже должны подкатить. Ну я сыну тоже написала. Он сказал, подожди меня. Тортик будем вместе есть. Так что я сейчас жду. Уже вот-вот должны, Виталик с Настей должны прийти. Вот. Тоже поздравить Денечку. Здравствуйте. Бабушка. А. А я с ним. А ты спрашивала, сколько у Дени лет сегодня? Сколько лет тебе, Деня, сегодня? Пять. Ух ты, какой большой. Ой. Какой ты вырос большой. Здорово, мужик уже. Да. Пять лет. А баловница такая, как будто тебе четыре еще. Кривляка. Настюля к тебе он идет. Встречай. Настя идет. Настя так расстроилась. Я же с цветочками пошла в садик за ней. Она кому цветы глаза сразу такие. Я говорю, я иду сейчас Дене поздравить, а ты пойдешь в воскресенье. Так она ему видеопоздравления даже сказала. Привет. Привет. Вы где? Привет. Привет. Телефон. Ой. Ой, мамочка уже с работы пришла. Привет. Привет, Натушечка. Все, Настюля мы виделись сегодня. Мы уже виделись, да. Едем в такси. Там даже нету синего. Нету. Все, девочки, приехала я домой. Сын меня подвез. Все классно, здорово. Не стала принципиально снимать тортик, свечи. Хэппи бюзди, как поздравляем. Это снимала дочка. И вы посмотрите у нее на канале. Тортик я поела. Маленький кусочек. Но поела. Вкусный был тортик, классный. Все, ложусь спать, устала. Глазки закрываются. Спокойной ночи. Увидимся утром. Доброе утро, девочки мои. И у нас уже такой ритуал создался утренний. Выглядывать в окно. Ну, я правда всегда, когда встаю, выглядываю в окно, смотрю, какая погода. Сегодня у нас пасмурно. Свежо, 13 градусов. Дождик, видимо, ночью прошел. Мокрый асфальт. Но тихо. Самое главное, что нет ветра. А у нас, конечно, Ростов славится ветрами. Когда ветра нету, тогда просто благодать. Классно. Птички там что-то там поют. Погодка прекрасная, свежо, но классно. Свежий воздух такой на улице. Класс. Вот без этого утреннего ритуала уже утро не утро, да. В общем, я проснулась, кофе попила. Сижу, думку думаю. Что сегодня делать? Чем заняться? У меня посылочка уже на почте ждет. Меня надо будет забрать посылочку. Василек скоро вы увидите. Что у меня там? Новенький заказ какой. Что еще? Надо на стрижку записаться. Что-то вот, вы знаете, как бывает. Смотрю, вроде нормально, нормально прическа. Потом в один день, вот вчера глянула на себя, фотографировались, думаю, да, что-то я уже заросла как-то. Надо подстричься пойти. Вот. Дальше что? Сегодня Настю я забираю с садика. Завтра Настя со мной будет целый день. Но это я уже буду снимать уже в следующем видео. В следующем. Или у меня, может быть, следующий Василек выйдет. Я не знаю, что и выйдет вперед, но увидите. Ну, а вчера, я думаю, надо же поехать Дэню поздравить. Все-таки он родился 23-го. И 23-го надо, чтобы он как бы знал, что это его день рождения, как-то его отметить. И мне хотелось, чтобы подарок он... Ну, у меня было такое предположение, что этот подарок – это игра, игрушка, джойстик. Я думала, что ему захочется поиграть, и чтобы никто не отнимал, пока детей других нету, никого нету. Думаю, пойду, вручу этот подарок ему, пусть он пока с ним осваивается. Ну, а в воскресенье мы уже там встретимся все родственниками, и, в общем, отметим, уже торжественно, уже все выходные будут. Все-таки вчера был такой рабочий день. Я не знала, что сын тоже придет с семьей. Но я пришла на два часа раньше, Дэни схватил этот джойстик, с рук его не отпускал, никому не дал. Я говорю, давай я тебе покажу, хоть там какие-то там еще игры есть. Нет, из рук не выпускает, никому не дает, ни мне, ни маме, никому. В общем, короче говоря, я думаю, что методом тыка, он любит вот это все потыкать, в телефоне разбирается уже там прекрасно везде. Ну, сам разберется, в конце концов. Ну, и, в общем-то, пришли, сын пришел с семьей. Конечно, Настю не дал играть. Я Насте пообещала тоже, что такой же куплю ей, и будет она тоже играться. И расстроилась внучка. Ну, подарю ей, ничего страшного. Надо только еще теперь выбраться еще раз в горизонт, купить у Насте такую же игрушку. Вот. Ну, и, в общем, все нормально. Посидели вчера, пообщались. Я много не снимала. Тортик был, свечи были. Хэппи бёзи. Поздравления. Дэня свечи задул. В общем, тортик покушала. Я кусочек съела тортика. Ну, это такое исключение нужно. Вот. И все. Оливье я не ела, потому что оливье я днем ела. Я же приготовила тоже оливье. Так что, немножко посидели. Ну, утром рано всем вставать. В общем, разбежались. Тортик, поздравления. Вот это все дочка снимала. Я не стала снимать. Думаю, она снимет. Вы увидите у нее на канале, как это мы поздравили. Там все. Вот. В общем, прекрасное настроение. А сегодня, кстати говоря, день рождения у Кристины. Она родилась 24 числа. Поэтому, если Кристина смотрит это видео, то, Кристиночка, я поздравляю тебя тоже с днем рождения. И желаю тебе, ну, естественно, здоровья. Это в первую очередь. Также и хорошего настроения. И счастья в личной жизни. Чтобы у тебя все получалось. Мечты твои, чтобы сбывались. Просветание твоему каналу. И, в общем, во всем остальном, все твои желания, которые ты себе желаешь, чтобы они у тебя сбывались. Люблю тебя, целую. Вот так. Все, мои хорошие. В общем-то, видео это я решила не затягивать. Пусть оно будет такое, вот как поездка в гости к дочке. Я на этом видео хочу закончить. И следом я начну уже другое видео снимать. И уже сегодняшний день продолжения вы увидите в следующем видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok